Это Ледуза. Для этого ежедневного новостного подкаста еженедельно у нас появляются эпизоды о ходе боевых действий в Украине с экспертом нашего издания «Медуза», то есть Дмитрием Кузнецом. Он следит за происходящим, анализирует и вот уже второй раз на регулярной основе поделится своими размышлениями. Кроме сводки, как и в прошлую встречу, мы поговорим не только о текущих повседневных обстоятельствах войны, но и о больших процессах, связанных с этим конфликтом. Пара сообщений перед тем, как начнем. Если у вас есть вопросы к Дмитрию Кузнецу, напишите в комментариях на YouTube под этим эпизодом. Канал подкаста «Медуза», напоминаю, под специально написанным для этого закрепленным сообщением вы можете оставить свой комментарий. Во-первых, так будет легче разобрать ваши вопросы через неделю. А во-вторых, ваша активность в комментариях, конечно, поможет продвижению выпуска на этой площадке «Я говорю про YouTube». Логично сделать ваши вопросы тоже частью регулярных выпусков, если угодно, рубрикой. Если вопросов нет, лайки, комментарии, отвлеченного свойства, подписка на YouTube или любой другой платформе приветствуются. Они помогают увеличивать аудиторию этого подкаста и конкретно выпусков с Дмитрием Кузнецом. И еще одно объявление перед началом основной части. В издательстве «Медузы» скоро выйдет альбом фотографий. Это Навальный, журналист и фоторедактор Евгений Фельдмана. Издание посвящено памяти политика Алексея Навального с начала 2010-х годов Евгений Фельдман. Много снимал оппозиционера, фиксировал важнейшие события в его жизни. И сейчас «Медуза» объявляет предзаказ на эту книгу. Важный момент. Вы можете заплатить даже больше стоимости книги. И все ваши донаты, то есть то, что вы заплатите сверхноминальной суммы, мы отправим Юлии Навальной. Заказать альбом можно по ссылке в описании к этому эпизоду. А теперь встречаем Дмитрия Кузнецова. Митя, привет. Привет. Наш план на сегодня, который я тебе до начала записи показал, и ты с поправками утвердил. Сперва, как обычно, сводка, и там же поговорим о Харьковском направлении. Остановлены или нет, провалены или нет. Или нет, в смысле ничего другого ждать и не приходилось. Отдельным пунктом про прорывы фронта на этой войне, почему их нет. Также про Крым поговорим. Станет ли он местом, где Украина разобьет Россию. Затем про передачу западной авиации Украине. Следом про мобилизацию в Российской Федерации и Украине. Ну и на этом закончим. И так, кажется, довольно большой план. Приступаем. Начинаем, как водится, со сводки. Давай, раз заявлено уж, сразу поговорим про Харьковское направление. Если говорить про прорыв через границу, который начался в начале мая, и российские войска успешно продвинулись на несколько километров вглубь территории Харьковской области, можно сказать, что да, этот прорыв остановлен. На самом деле, еще во время предыдущего нашего с тобой разговора это можно было констатировать. Последние пару недель продвижения никакого нет. Бои идут в том же месте, где они шли в середине мая после первоначального продвижения российских войск. Это город Волчанск и северная окраина Харькова, село Лепцы, точнее, северная окраина этого села. Были всякие слухи российских военкоров про то, что Украина готовит крупное контрнаступление с целью выдавить российские войска обратно за границу. Никакого такого наступления нет. Есть локальные контратаки в рамках вот этой активной обороны, которую Украина ведет. Но это только половина Харьковского направления. Если посмотреть на карту, в том числе можно на нашу, можно увидеть, что есть еще один фронт активный на востоке Харьковской области. И если попытаться реконструировать план российского командования, то вот этот прорыв через границу, он должен был помочь этому самому восточному фронту в районе Купенска и Сватова. Должен был помочь продвинуться к реке Оскол и выдавить за реку Оскол ВСУ, которые имеют крупный плацдарм на восточном берегу этой реки. И наступление очередное. Там уже с конца 2022 года идут бои на этом восточном Харьковском фронте. Очередное наступление началось чуть позже, чем прорыв через границу. И оно продолжается, и оно несколько более успешно, чем бои к северу от Харькова. Российские войска продолжают там занимать села, которые давно уже стали укрепрайонами ВСУ за эти годы, которые прошли. Там действует отдельная крупная российская группировка на основе Московского военного округа. То есть если через границу прорывался войска Ленинградского военного округа, в том числе вновь созданы бригады и дивизии, то в районе Купенска и Сватова действуют войска Московского военного округа, тоже пополненные и усиленные за последние месяцы, когда там относительно спокойно было. И это на данный момент одна из самых горячих точек фронта. Туда командование ВСУ тоже было вынуждено перебросить резервы, в том числе из состава 3-й штурмовой бригады, которая тоже носит имя АЗОВ. Она не единственная такая в силах обороны Украины, но она известна довольно успешным контрнаступлением под Бахмутом. В 2023 году, после того, как от Бахмута отошли силы ЧВК Вагнера, эта бригада была основной в наступлении ВСУ на этом участке, в том числе освободило село Клещеевка, которое вот ВСУ на прошлой неделе потеряли. Точнее то, что от него осталось. За год боев там разобраны были даже подвалы, но тем не менее. И кроме этого Восточного Харьковского фронта продолжается российское наступление под Авдеевкой, продолжается наступление в районе города Красногоровка к западу от Донецка, и продолжаются атаки, снова набирающие силу к востоку от Угледара. То есть в целом ситуация для ВСУ по-прежнему крайне тяжелая, если не считать Северо-Харьковской области, где она тоже тяжелая, но там ее можно назвать контролируемой. Насчет остальных участков фронта такое сказать затруднительно. Вероятно, ВСУ по-прежнему испытывают недостаток резервов, прежде всего боеспособных соединений. В частности, если посмотреть, опять же, на Северо-Харьковской области, там были переброшены на отражение российской атаки в основном не целые соединения, а отдельные батальоны, собранные из разных частей, из разных участков фронта. И довольно тяжело прогнозировать ситуацию, опять же, к Северу от Харькова, просто потому что, если смотреть просто по количеству войск, которые Россия ввела в бой, это, очевидно, не все силы этой группировки «Север», созданные из Ленинградского военного округа. То есть существуют какие-то резервы. И, как я уже сказал, если попытаться реконструировать план, то становится очевидно, что были какие-то далеко идущие цели у этого наступления, в частности, возможно, прорыв к реке Оскол с Северо-Запада. Кажется, что в ближайшее время этих целей российское командование достичь не сможет, но при этом косвенное влияние, которое все отмечали с самого начала этого наступления, а именно привлечение и связывание резервов ФСУ, эта цель, очевидно, достигнута с самого начала. То есть Украине пришлось заново создавать фронт, которого там не было, выдергивать эти самые батальоны, ну, иногда и целые бригады. В частности, о том, что это тяжелый процесс для командования Украины. Свидетельствует то, что под Харьков переброшено, возможно, батальон, может быть, больше 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая до этого действовала на Днепре, в частности, вот на плацдарме в Крынках. Там же появились операторы дронов, которые сделали возможным существование плацдарма в Крынках. То есть одни из самых опытных операторов дронов ВСУ, которые не позволяли российским войскам приблизиться к этому самому плацдарму и его ликвидировать. Сейчас они переброшены под Харьков, или, по крайней мере, украинское командование сделало вид, что они туда переброшены. Не всему можно верить, то есть, может быть, здесь есть какой-то элемент военной хитрости. Но, тем не менее, эта группировка создана, с большим трудом, но создана. И очевидно, что этих войск будет не хватать где-то еще, уже не хватает. Просто потому, что у ВСУ свободных резервов практически нет. При этом нельзя сказать, что план российского командования был именно такой, что он заключался именно в том, что надо оттянуть резервы на какое-то новое направление, с тем, чтобы продолжать наступление на других участках. Думаю, что в основе плана все-таки лежали довольно очевидные оперативные соображения о том, что если невозможно пробиться к Купинску и оттеснить украинские войска за реку Оскол в лоб, то нужно попробовать выйти во фланг и в тыл. Вот в этом смысле можно сказать, что, по крайней мере, сейчас, на данный момент, эта часть плана не реализована. Но, да, если считать отвлечение резервов побочным эффектом, то этот эффект действует в полный рост. Мы его наблюдаем на других участках фронта, в том числе на тех, откуда эти батальоны под Харьков были переброшены. — Уточнение к тому, что ты сказал. И в прошлый раз ты говорил про то, что мы называем харьковским наступлением, целью, собственно, Харьков не имеет. Задача — освободить, как в официальном российском дискурсе говорится, или захватить административные Донецкие области, в смысле Донецкую и Луганскую, собственно, и в том направлении действовать. Это во-первых. А во-вторых, ты и сейчас это произнес, что есть у Российской Федерации еще резервы. Когда мы говорим «остановленное наступление», мы подразумеваем, что пока остановленное, и это продолжится. И еще, может быть, у российского командования за счет больших ресурсов получится там где-то продвинуться или нет. Тебе кажется, что это довольно долговременный результат, включая действия украинского командования, то, что в сводке «Медузы» названо «играть в пятнашки», да, где не хватает сил, оттуда они снимаются, перемещаются на кризисный участок фронта и потом снова могут быть куда-то перемещены. Но, тем не менее, на конкретном участке фронта не позволяется противнику создать преимущество. Насколько, в общем, это долговременная, что ли, ситуация, как тебе представляется? Может ли она в ближайшие недели месяца быть переломлена РФ? Тут немножко, конечно, глубже придется копнуть. Давай начнем с того, что все эти резервы, которые Украина использует для экстренного затыкания дыр, которые образуются в результате российского наступления, все эти резервы состоят из пограничного числа бригад боеспособных, в которых все нормально с управлением, с обеспечением и так далее. То есть не каждую бригаду можно снять с фронта и перебросить куда-то еще. То есть это довольно стандартная пожарная команда из десятка, может быть, чуть больше бригад, которые можно для этих целей использовать. Довольно частая ситуация, что какую-то бригаду приходится выводить с фронта, потому что она теряет боеспособность, и через месяц, может быть, чуть больше, ее приходится возвращать на фронт, либо на тот же участок, либо перебрасывать на какие-то еще. Значительная часть бригад либо прикована к тому направлению, на котором она воюет уже с 2022 года. Отчасти это большой плюс для украинского командования. Эти бригады знают местность, сами создавали укрепления, в которых они сражаются, и сами строили системы подвоза, боеприпасов и прочего обеспечения. Часть бригад в основном на спокойных участках фронта не только прикованы к этим участкам фронта, но они не могут выполнять просто никаких задач, кроме как обороны спокойного участка. В основном это идет речь, конечно, про бригады территориальной обороны, которые находятся в первой линии. Некоторые из этих бригад переросли эту роль, и есть случаи, когда пополняют их всякими средствами обеспечения, улучшают моторизацию и переводят их в разряд мотопехотных или механизированных бригад. Скорее редкий случай. Иногда живую силу из этих бригад террабороны используют для пополнения других бригад. То есть это вот сложный процесс, когда из десятка, может быть, чуть больше бригад, которые можно использовать для любых целей, в том числе для переброски на какие-то опасные участки, где происходит российское наступление, командование ВСУ пытается создать какой-то рабочий механизм. В целом это, надо сказать, получается, но в основном из-за неспособности российской армии к крупным решительным операциям, о чем мы с тобой дальше, видимо, поговорим. Следующий пласт смысловой во всей этой истории заключается в том, что надо понять цели и задачи командования ВСУ и российского командования. Можем сказать, что раньше, в 2023 году и в 2022, с какого-то момента начиная, по крайней мере, эта война была про территории. Это довольно часто с войнами случается. Если есть изначальные, не только идеологические, но и территориальные разногласия между странами, вот война вливается в соревнования, кто больше территории захватит, кто оставит ее под своим контролем. И если вспомнить весь дискурс, который сопровождал наступление ВСУ в 2023 году, это был дискурс про освобождение территорий. Была поставлена Киевом официальная цель освобождения всей территории, включая Крым. И уничтожение российской армии было как бы необходимым, но побочным все-таки эффектом при достижении этой цели. Кремль прямо задачи своей так называемой спецоперации не называл. То есть называл с помощью эфемизмов про демилитаризацию, демилитаризацию и так далее. Но все же, если говорить про 2023 год, то речь, конечно, шла про так называемое освобождение Донбасса и его временно оккупированных, как это называлось, территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, так все это называлось. Эта цель сохраняется, но при этом кажется, что подход Кремля к достижению того, чтобы он мог посчитать победой и мог объявить победу, несколько изменился. Речь идет про то, чтобы сломить волю коалиции Украины и Запада к сопротивлению, обеспечить себе наиболее выгодные позиции на будущих переговорах. И краеугольным, конечно, камнем в российской позиции должен быть так или иначе нейтралитет Украины и какие-то обязательства по поводу предельного размера армии Украины. Если уж Путин несколько раз упомянул тот самый проект договора в Стамбуле, то там речь шла про это. В этом смысле захват территории не является необходимым условием для объявления победы. Возможно, территории могли быть даже каким-то разменным лотом в этой торговле в будущем. При этом российское командование хорошо понимает, что уничтожить ВСУ в серии каких-то глубоких операций с окружениями и разгромом целых бригад или даже направлений, оно не может. Единственный способ достижения цели это медленное вовлечение всех сил, которыми Украина обладает, в долгую кровопролитную битву, в которой, как Кремль считает, Россия имеет преимущество. В этом смысле нельзя рассматривать любые операции, которые проводит российская армия, как попытку прорыва с целью захвата территории или уничтожения крупных сил ВСУ на поле боя. А надо рассматривать с точки зрения парадигмы войны на истощение. При этом, конечно, нельзя сказать, как мы уже выше с тобой поговорили, что российский план под Харьковом оправдался, и он заключался именно в том, чтобы вовлечь в это перемалывание резервы ВСУ. Вот это не единственная цель, очевидно. То есть были какие-то еще оперативные соображения, которые мы попробовали с тобой описать. При этом для Украины ничего не поменялось. В смысле, это целеполагание. По-прежнему победа может быть достигнута только при освобождении всей территории. По крайней мере, официально так это заявляется, и ничего не меняется. И на Западе обсуждение того, что цели могут быть изменены, идет вовсю, начиная с лета 2023 года. В Киеве же дискурс не меняется совсем. В этом смысле, если говорить про этот этап войны, когда ВСУ не могут наступать, основной задачей является оборона территории, с тем, чтобы не потерять еще какие-то части, которые потом придется освобождать. И российское командование пытается этим воспользоваться, зная, что даже тактические отступления для ВСУ не очень приемлемы. Но понятно, что это не окончательный этап войны. Все равно война будет развиваться в рамках бесконечного сражения на истощение. И если российские задачи сейчас соответствуют целям, которые Кремль может перед собой поставить, то есть российские задачи и российские средства, которыми армия обладает, соответствуют этим самым задачам, медленного перемалывания и использования преимуществ, которые есть у российской армии на данный момент, то ВСУ придется очень многое поменять для того, чтобы перейти к следующему этапу, а именно к каким-то наступлениям с целью освобождения территории. Естественно, есть сомнения в том, что ВСУ и Запад на эти изменения способны, при том, что организацию фактически новой армии которая будет способна проводить крупные наступления. Эти задачи приходится решать в то же самое время, когда есть насущная задача по обороне территории и недопущение обрушения фронта. Если говорить про Харьковское наступление, то можно, наверное, констатировать, что как раз российское командование и мешает достичь Украине своих целей. Ты про это сказал. Но насколько еще его хватит? Если говорить про какой-то второй эшелон, про вторую фазу, будет ли она и насколько она может быть значительной? И что про это можно сказать по тому, что известно? Я, по-моему, в прошлый раз говорил, и, возможно, и до этого. Мне кажется, что эти войска, эти резервы, которые российское командование смогло создать на рубеже 2023-2024 годов. Использование этих войск для успеха российской армии было неправильным. Оперативные цели для этого наступления были поставлены слишком далекие и не факт, что достижимые. Возможно, эти войска можно было использовать где-то еще. То есть можно себе представить, как принималось решение об этом наступлении. Ну да, проще крупную группировку снабжать из Белгорода, чем пытаться ее отправить куда-нибудь в Донецк, где уже есть действующие крупные группировки, попытаться организовать снабжение еще нескольких десятков тысяч военнослужащих и всех средств усиления, которые в этих бригадах, дивизиях, армиях и корпусах есть. Небанальная задача, особенно учитывая, что Украина обладает высокоточным дальнобойным оружием, которое можно использовать на оккупированной территории Украины. И обладает достаточно сильной разведкой на этих оккупированных территориях с тем, чтобы выявлять склады, какие-то логистические точки, места в инфраструктуре, по которым можно нанести удар, чтобы осложнить снабжение новой группировки. Поэтому было принято решение наступать из Белгородской области. На момент начала наступления действовал запрет на использование этого самого дальнобойного высокоточного оружия против общепризнанной территории России. Можно было разместить достаточно свободную артиллерию вдоль границы, бить через нее. Ну, единственная проблема в том, что, собственно, российские войска смогли продвинуться примерно на глубину действия артиллерии, которая расположена чуть подальше от границы. Если бы они смогли продвинуться дальше, артиллерию пришлось бы переводить через границу, и она бы стала сразу разрешенной целью для этих самых дальнобойных средств. Сейчас, как мы видим, ситуация меняется, и Украина получила разрешение на использование американского оружия по целям у границы как раз Харьковской и Белгородской областей. Пока мы не видим никакого значимого эффекта от этого разрешения, но, возможно, увидим позже. То есть резонно какие-то организовать наступление именно там были, и использовать эти резервы именно на севере Харьковской области. Но при этом кажется, что при всех сложностях со снабжением и вводом этих войск в бой где-нибудь под Донецком или на другом участке все-таки были более выгодные для российского командования варианты. Хорошо, ты отчасти про это сказал. Давай поговорим про то, почему в этой войне не бывает прорывов. Не мог бы ты сперва через запятую перечислить основные причины, а потом расшифровать. Например, разведывательные спутники и дроны показывают противникам поля боя слишком хорошо, не подготовить внезапный удар, не сконцентрировать силы. Проблемы координации разных родов войск плюс исключенность по разным причинам, скажем, авиации. Специфика войны в городах, готовность обеих сторон гибко реагировать и упорно воевать, находясь на своих позициях, ну и так далее, а потом с пояснениями. Давай твой список сократим до одного пункта. Неспособность координации в условиях современной войны, современных средств разведки и средств поражения. Есть очевидная неспособность к координации крупных масс войск, координации на тактическом уровне, со штабами оперативного уровня. То есть нет возможности сконцентрировать и использовать большие массы войск, так чтобы они не несли и очень большие потери. Есть полигонный случай, который можно исследовать. Это прорыв российских войск под Авдеевкой, где войска были действительно сконцентрированы, введены в бой одновременно на двух узких участках, к югу от Авдеевки и к северо-востоку. Эта операция окончилась успехом, то есть началась она в октябре, а успехом окончилась в феврале. Давай сначала поговорим о том, что требуется для организации такой операции. И что, собственно, подразумевается под выражением координации разных родов войск. Прежде всего, в связи с тем, что поле боя прозрачно для противника и полностью укрыть от глаз противника поле боя и ближний тыл невозможно. Для этого придется каким-то образом уничтожить или сделать неэффективными все его разведывательные дроны. Но и спутниковую группировку Запада, которая следит за этим полем боя, в разных диапазонах, как в оптическом, так и в радиодиапазоне, то есть в всепогодном. Очевидно, что это невозможно, поэтому никакого эффекта внезапности на него рассчитывать не приходится. При этом есть проблема, что эти самые боя ска и в ближнем тылу, и при выдвижении на фронт неизбежно станут целью для различных средств поражения. От дронов до артиллерии и в том числе для дальнобойных этих самых ракет. То есть для того, чтобы вообще такое наступление было возможным, требуется мощная группировка средств радиоэлектронной борьбы. На узком участке ее создать можно. Понятно, что у всех этих средств имеется ограничение по дальности. Мало того, эффективными являются средства, форм-фактор, которых исключает возможность их спрятать, но они еще и в радиодиапазоне фонят, то есть они сами будут целью для ударов. При этом есть еще одна проблема, что в основном все эти средства радиоэлектронной борьбы действуют неизбирательно, то есть они действуют на свои дроны и прочие средства в том числе. То есть их использование требует очень серьезной координации с тем, чтобы сохранить возможность использовать собственные средства разведки и поражения, но при этом подавить средства разведки и поражения противника. При этом с организацией, то, что в российской военной науке называется разведывательно-ударный комплекс, это когда есть разведывательные средства, есть средства поражения, они связаны какой-то системой связи и принятия решений. Создание этих комплексов по сравнению с тем, что было в 2022 году, конечно, это небо и земля, но при этом оно не закончено в полной мере и единые системы управления по-прежнему не существуют. Иногда прорывается через снизуру какие-то мнения действующих офицеров по поводу этих систем. Мягко скажем, они по-прежнему несовершенны, говоря, разведку и нанесение ударов сразу после. Надо понимать, что, конечно, здесь самым важным фактором является время, особенно если говорить про мобильные цели. Сейчас эта цель здесь, через час она уже в другом месте. Прежде всего, речь идет про артиллерию. Оба противника научились очень хорошо ее распределять в пространстве, то есть довольно тяжело в последние месяцы войны найти место, где артиллерийские орудия стоят бок о бок, как мы это видим, не знаю, в окрестнице Газы в случае с израильской армией. Там просто нету противника, который мог бы за это наказать. В Украине давно все научились уже эти средства распределять в пространстве, что тоже требует координации, связи и так далее. Кроме того, средства маскируются и затрудняется поражение этих средств. То есть в любом случае каждая атака происходит в условиях, когда средства поражения противника не подавлены. Учитывая, что есть на поле боя масса операторов небольших дронов, которые являются высокоточным оружием и могут поразить. При достаточной концентрации этих операторов дронов даже целые моторизованные танковые подразделения. Есть несколько случаев, когда без привлечения артиллерии удавалось остановить атаку, допустим, танковой роты ВСУ, поскольку они по-прежнему имеют преимущество в использовании этого средства поражения, а также они имеют дефицит других средств поражения, а именно боеприпасов для артиллерии. В общем, есть несколько случаев, когда удавалось остановить одними дронами Камикадзе атаку танковой роты. И это все было зафиксировано на видео. Нельзя сказать, что это нормальная ситуация, конечно, выше, когда есть разные средства поражения, которые можно привлечь. Под Авдеевкой была сделана попытка, как я уже сказал, сконцентрировать силы, то есть несколько бригад и полков российских наступали на узком участке. Битва продолжалась несколько месяцев, и значительное счастье этих атак было неудачной, и в смысле понесенных потерь, и в смысле достигнутых результатов. В итоге удалось все-таки прорваться и поставить под угрозу окружения гранитон Авдеевки, после чего тот был вынужден отступить, причем это было не самое скоординированное и запланированное отступление. Что мы можем сказать про потери? Ну, во-первых, есть список поврежденной и уничтоженной российской техники. Если представить себе, что российская армия будет нести такие же потери, как она несла под Авдеевкой с октября по февраль, такие же потери в технике, то любые запасы советской техники, которые можно достать со складов, модернизировать и отправить на фронт, будут исчерпаны довольно быстро. Также мы имеем представление о потерях в личном составе. Хочется прорекламировать нашу совместную с медиазоной работу, основанную на демократических данных о потерях, которые удалось вытащить из базы нотариальной службы. Мы видим по этим данным и по данным, которые мы исследовали, что начиная с первой недели октября, когда, собственно, началось наступление под Авдеевкой, российские потери убитыми резко возросли. Возросли и потери в СУ в то же самое время, если судить по фамильным базам погибших украинских военнослужащих, но российские потери, во-первых, про них знаем больше, во-вторых, кажется, что этот рост был более серьезным. Таким образом, что в итоге можем сказать про эту операцию? С одной стороны, если говорить про захваченную землю, то это, конечно, большой успех российской армии. Можно там приводить еще другие аргументы по поводу значения Авдеевки для обороны ВСУ, по поводу близости Авдеевки к Донецку и всяким преимуществам, которые мы ВСУ за счет этой близости получали. Но при этом в сухом остатке мы видим, что российская армия понесла большие потери, что группировку в Авдеевке не удалось окружить и уничтожить. Может быть, не очень организованно, но отступила, заняла новые позиции, на которых, собственно, сейчас продолжаются бои. Можно сказать, что российское командование получило новые какие-то преимущества и новый горизонт для планирования следующих операций. Мы видим попытки развить это наступление, которое с февраля продолжается. Ну вот, удалось продвинуться еще на 10-15 километров, начиная с февраля. И фронт до сих пор не прорван. Мало того, было еще несколько попыток крупных атак, очевидно, с целью прорыва. Они были скорее неудачными, при том, что было какое-то продвижение на несколько километров. То есть, там использовались силы от надстрелковой роты или танковой роты и даже выше. Но это тоже не привело к прорыву. И если мы посмотрим на историю российских наступлений многочисленных и наступления в СУ 2023 года, то каждый раз мы увидим одну и ту же картину. Сначала есть попытка механизированного прорыва в глубину, которая единственной теоретически может позволить уничтожить противостоящие силы и продвинуться так, чтобы нарушить управление, логистику войск противника. Эти попытки либо совсем неудачные, либо частично удачные. После чего командование наступающих переходит к действиям малыми штурмовыми группами, пытается сохранить технику и личный состав. Хотя в этих атаках малыми штурмовыми группами потери высокие, но, по крайней мере, ты не рискуешь потерять целое подразделение каждой атаки. И скорость продвижения становится равной скорости передвижения одного человека, который несет на себе большой груз и вынужден часто останавливаться, чтобы преодолеть всякие препятствия, минные поля, закрепиться на занятой позиции так, чтобы не быть уничтоженным средством поражения противника. То есть, речь идет про эти самые сотни метров в день. Максимум, может быть, километры с небольшим. Организовать атаку так, чтобы гидрализовать разведку и средства поражения противника, но сохранить при этом способность самому использовать все свои наличные средства ни у одной армии, ни у другой не получается пока, по крайней мере. Отдельно нужно упомянуть про ту самую концепцию дистанционной войны применительно к Ираку, американскую концепцию. И та, и другая сторона такими средствами обладает, не очень большими по объему, далеко не такими объемами, как обладает армия США. Пытается использовать, в том числе для дистанционной войны, то есть ударов по телам, по центрам управления, по логистике. Но при тех объемах этих средств, которые есть у ВСУ и у российской армии, все это не ведет непосредственно к победе в сражении. Безусловно, это затрудняет действия противника, составляет его приспосабливаться, наносит ему потери, но само по себе не приводит к победе. Думаю, что отдельно можно будет поговорить про это в другой части, которая будет посвящена разрешению на нанесение ударов по территории России. Да, давай про это поговорим, и можно сделать это прямо сейчас, но сначала небольшое уточнение. Если это не война прорывов, то это все-таки бывает войной наступления, когда противник одной из воюющих сторон нарушает снабжение армии или группировки противной стороны. Мы это видели, собственно, по Херсону. Вообще, насколько то наступление ВСУ было уникальным, а насколько оно может еще стать правилом повториться? Повторяем ли это опыт? Ну, по географическим условиям это уникальное наступление. Днепр — это серьезная водная преграда. Организовать через него снабжение без мостов и каких-то хорошо организованных паромных переправ невозможно, хотя российское командование пыталось это сделать, и, в общем, нельзя сказать, что совсем безуспешно, но потом посчитало свое положение настолько невыгодным, а силы, которые требовались для того, чтобы удерживать территории на правом берегу Днепра столь большими в условиях дефицита этих сил вообще на всем фронте, что оно предпочло эти силы оттуда вывести, что, как мы теперь знаем, значительно облегчило российская армия оборону на других участках. Попытки форсировать Днепр уже со стороны ВСУ, мягко говоря, были спорными операциями, и результат, который они принесли, тоже, мягко говоря, спорный. При этом, если говорить про ситуацию почти зеркальную, на реке Оскол, про которую мы с тобой говорили, там тоже есть существенная, но не настолько существенная водная преграда, через которую ВСУ нужно организовать снабжение своего крупного плацдарма на восточном берегу, и можно сказать, что, по крайней мере, полтора года украинскому командованию это удается сделать, серьезная водная преграда, как Днепр. То есть, там удается починить мосты, удается организовать какие-то другие импровизированные переправы, они постоянно подвергаются бомбардировкам, но это не приводит к какому-то непреодолимому кризису обороны ВСУ в районе Купинска и Сватова. Вот, в этом смысле бывает, по крайней мере, при наличных средствах у ВСУ и Российской армии, при тех объемах средств, которыми они обладают, довольно тяжело найти такие узкие места в инфраструктуре, которые позволят пресечь снабжение. Мало того, мы видим, что обе стороны по-прежнему широко используют железные дороги для переброски резервов, боеприпасов и так далее. Железнодорожные станции, мосты подвергаются ударам, причем на довольно большую глубину, но это не приводит к тому, чтобы эти средства подвоза было совсем невозможно использовать. Можно еще привести пример шока, который российское командование испытало после того, как летом 2022 года в распоряжении Украины оказались РСЗО «Хаймарс», и как раз они были использованы для ударов по складам боеприпасов около железных дорог, это была основная их цель. Шок продолжался полтора-два месяца, после чего российское командование быстро научилось не строить большие склады около железнодорожных станций, а быстро боеприпасы сгружать, развозить по складам меньшего размера, после чего эффективность без всяких средств противодействия, которые на тот момент были не очень доступны российской армии, удалось эффективность РСЗО «Хаймарс» резко снизить, просто потому, что приходилось тратить ракеты на большее количество более мелких целей. То есть нужно констатировать, что пока и непонятно, что бы могло изменить такую ситуацию, пока в случае с войной в Украине эта самая концепция дистанционной войны не очень хорошо работает. Ну, по крайней мере, она не приносит решительную победу сама по себе. Хорошо, давай продолжим. И ты сказал, что хочешь отдельно обсудить продолжение или, может, даже промежуточный итог, но важный вот этой дискуссии насчет возможности ударов западным оружием по территории Российской Федерации заявлено было, что можно бить западным оружием по признанной территории Российской Федерации в целях упреждения атак по украинской территории. Речь идет о харьковском направлении. Ты из этого какие-то далеко идущие выводы готов сделать? Сказать, что эта практика может распространиться не только на харьковское направление или не очень строго соблюдаться? И здесь знак вопроса, если не очень понятно интенционно. И хочется напомнить содержание предыдущей серии. Неделю назад мы говорили о том, что это могло бы сильно улучшить положение ВСУ, поскольку если бы широко можно было применять западное оружие, ракетные системы по территории Российской Федерации, международно признанные, то это могло бы подорвать ее преимущество в воздухе. Давай попробуем по-другому немножко посмотреть на эту ситуацию. Давай попробуем себя поставить на место западного политика, который принимает решения. Естественно, как любое решение, которое принимается логически, а не эмоционально, нужно взвесить возможные риски и выгоды. Если мы говорим про ситуацию на границе, риски от использования этого оружия по позициям российской артиллерии, ПВО и каким-то центрам управления, штабам и складам в приграничной полосе, да, очевидно, выгоды всего этого, как я уже сказал, довольно тяжело ВСУ воевать, когда он не может поразить артиллерию российскую и прочие средства поражения. Но при этом само подвергается ударам через границу. Если, опять же, говорить про выгоды, которые российская армия получила в первые недели этого наступления через границу, то это очевидный перевес по количеству уничтоженной артиллерии и артиллерийских установок. Есть десятки видео с уничтоженными артиллерийскими установками ВСУ. При этом нельзя сказать, что наберется хотя бы десяток уничтоженных российских дальнобойных средств поражения, которые в основном, как я уже сказал, находятся на российской же стороне границы. То есть были какие-то удары дронами, но все это по сравнению с тем, что на других участках фронта происходит, где Украина пытается поддерживать паритет в этой контрбатарейной борьбе. Здесь ничего подобного мы не наблюдаем. При этом надо напомнить, что основным средством контрбатарейной борьбы, самым эффективным, по крайней мере, является как раз Эрсозоу Хаймарс, как дальнобойное высокоточное средство поражения. И в этом смысле выгоды от такого разрешения очевидны, от разрешения, которое официально подтвердено сейчас. Риски при этом невелики. Скажем так, мы не видели, чтобы Кремль был готов чрезмерно повышать ставки. То есть к использованию западного оружия российско-политическое руководство относится относительно спокойно. То есть появление нового вида оружия в распоряжении ВСУ обычно, кроме как словесным интервенциям, то есть каким-то грозным предупреждением это не приводит. Однако это не значит, что такая же ситуация сохранится, если разрешение на использование оружия по целям в глубине России будет распространено на все прочие цели. Соотношение рисков и выгод может быть совсем другим. Давай представим себе ситуацию, что ВСУ это вполне реалистично получает разрешение на удары по военным целям на территории в глубине России. Очевидно, что прежде всего к этим целям относятся аэродромы, где располагается российская авиация, которая участвует как раз в войне и становится все более эффективной в связи с получением новых видов высокоточного оружия, дальнобойного в том числе. На самом деле Украина довольно давно уже использует от случая к случаю полученное на западе оружие для ударов по военным целям в приграничных областях. Вынесем за скобки удары по Белгороду мягко говоря совсем не высокоточными системами залпового огня чешского производства, при том, что ракеты там скорее всего сербского производства, так получилось, вовсе не менее западного. Поговорим только про высокоточные удары, в том числе оружием, которое предоставлено США. Начиная с 2022 года ВСУ используют противорадиолокационные ракеты ХАРМ для ударов по российским средствам ПВО, в том числе в приграничных областях. Было около десятка обломков этой ракеты продемонстрировано. Не всегда можно установить место, где эти обломки были сняты, но предполагается, что действительно упали на общепределенную территорию России. Кроме того, известен случай, когда были сбиты два вертолета и два самолета в одной засадной операции украинского ПВО, и Россия абсолютно уверена, и официально российское командование об этом заявляет, что при этом использовалась ракета ЗРК П-3. Вратолеты и самолеты были сбиты над Брянской областью в 2023 году. То есть, нельзя сказать, что этот запрет всегда соблюдался и действовал для всех случаев. Я думаю, что если говорить про запрет и про то, чего реально опасаются лицепринимающие решения в США, поскольку эта красная линия, она полностью нарисована в Вашингтоне, Россия к тому, чтобы эта красная линия располагалась именно так, прямого отношения не имеет, но при этом попробуем поставить себя на место людей, которые эту линию рисовали. У них есть представление по степени готовности Кремля к неконтролируемой эскалации. Понятно, что в конце этой так называемой лестницы эскалации видится глобальный ядерный конфликт, к которому уйти совсем не хочется. Как действует вся эта концепция с лестницей эскалации? Для этого придется вспомнить недавнее событие на Ближнем Востоке, когда после удара Израиля по иранским военным, которые находились в посольстве Ирана в Дамаске, Иран нанес массированный удар по Израилю, который, напомним, пусть неофициально, но является ядерной державой, то есть имеет ядерные заряды, имеют средства их доставки на территорию Ирана в большом количестве. Наверное, по итогам этого иранского удара можно сказать, что был достаточно выверенным с тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая может привести к ядерной войне с Израилем. Средства были использованы большие, при этом баллистические ракеты, которые были в этом залпе, в основном были направлены на одну авиабазу в пустыне Нагев. Мало того, было достигнуто попадание во взлетно-посадочную полосу, все остальные ракеты были сбиты. Ну, то есть, это на грани, но все-таки это контролируемая эскалация. Мало того, вслед за ракетами было отправлено сообщение, что мы больше бить не будем, вы тоже нас больше не бейте. А неконтролируемая эскалация может выглядеть так. Для начала стоит поговорить о российской доктрине сдерживания. Это относительно новый документ, принятый в 2010-е. То есть, это формальное обоснование того, когда Россия может использовать ядерное оружие против противника. В том числе, там есть упоминание о том, что Россия может использовать ядерное оружие в случае, если подвергнется ударам конвенциональным оружием, которое будет угрожать боеспособности российской армии как таковой. Западным СМИ в Financial Times удалось получить российские документы, несколько устаревшие, с расшифровкой этой мутной формулировки из стратегии сдерживания. Там рассматривались потери, которые российское руководство будет считать предельными для российской армии и достаточными для того, чтобы перейти к следующему уровню эскалации и даже перескочить через несколько и рассмотреть возможность использования ядерного оружия. Там речь в основном ушла про российские ядерные силы, про подводные лодки и так далее. В принципе, ничего она не добавила принципиально к пониманию того, как российское руководство видит порог для использования ядерного оружия, но при этом можно попробовать представить себе, где находятся настоящие красные линии. Не те, которые рисует себе сам Запад от лица Кремля, грубо говоря, не те, которые Медведев пишет в своем твиттере, там они где угодно находятся эти красные линии. Речь идет про то, как политическое руководство России действительно может рассматривать неприемлемые для себя последствия ударов. В этом смысле удары по аэродромам, очевидно, они могут принести большие выгоды для Украины. Мы постоянно говорим уже в течение года о важности российской авиации с новыми дальнобойными и высокоточными средствами поражения для российского наступления и вообще для российской армии. Россия имеет не так много самолетов современных, которые могут эти средства использовать. Несколько сотен. Украина не может с ними бороться в воздухе, по крайней мере, пока она не обладает достаточным количеством комплексов ПВО и современных самолетов, которые могли бы хотя бы теоретически с российской авиацией сражаться. Единственный способ эту самую авиацию сделать неэффективной это удары по местам ее базирования, местоположения которых невозможно изменить, то есть они являются большими стационарными целями, для которых очень подходят ракеты РСЗО «Хаймарс» и «Атакамс». «Атакамс» обладает достаточной дальностью для поражения этих аэродромов. В том числе там есть ракеты с кассетными боевыми частями, которые могут как раз накрывать большую площадную цель, слабо защищенную. Понятно, что существуют какие-то способы борьбы. Украина давно наносит удары с помощью дронов дальнобойных, по этим аэродромам пытается нанести. Российское командование в последнее время, кроме, собственно говоря, усиления группировки ПВО для защиты этих аэродромов, использует раннее предупреждение о вылете дронов и пытается, по крайней мере, перебазировать самолеты или поднять их в воздух для того, чтобы они не стали целью этих атак. Кроме того, началось строительство, к которому давно призывают различные российские военные и окловоенные деятели, началось строительство укрепленных ангаров для самолетов. Естественно, в случае с перебазированием авиации в момент удара намного сложнее это организовать в случае, если будут использованы дальнобойные ракеты просто за счет того, что не будет достаточно времени для реакции на эти удары. Даже если залп будет замечен, времени на то, чтобы отреагировать, будет намного меньше. То есть выгоды, в принципе, очевидны. Действительно, это единственный способ относительно быстро уничтожить значительную часть российской авиации или сделать ее неэффективной. Но при этом очевидные риски, они намного превышают те, про которые мы говорим, когда обсуждаем нынешние разрешения по ударам по приграничным областям. В случае, если значительная часть российской авиации будет уничтожена, это очевидно. Не может не подвигнуть Кремль к переходу на следующий уровень эскалации. Какая может быть реакция политического руководства России на такую ситуацию? Происказать сложно, что это значительно приблизит мир и уровень противостояния между Россией и Западом к тому порогу, которого Запад пытается избежать. Можно себе представить попытки ударов по целям на территории стран НАТО, в том числе, может быть, по каким-то логистическим центрам, которые обслуживают поставки оружия в Украине. Просто важно понимать, что риски перехода к неконтролируемой эскалации в данном случае будут существенны. И можно понять политиков США, которые не приняли немедленно решение о разрешении ударов по всем целям в глубине России. И можно понять, почему этот вопрос продолжает обсуждаться, потому что соотношение рисков и выгод неочевидно. Давай перейдем к близкой теме, поговорим про авиацию. На этой неделе можно было прочитать, например, новость в духе Нидерланды разрешают использовать Украине свои F-16 для нанесения ударов по военным объектам в России, при том, что F-16 Нидерланды, насколько я понимаю, еще не передали. И вообще поставки F-16 тесно связаны с подготовкой пилотов, чего пока не произошло. Но, тем не менее, масса стран обещали поставить свою авиацию, как она может повлиять на то, что происходит в случае с этим конфликтом. Ну и отдельно, наверное, можно поговорить про Швецию в своем пакете помощи. Она обещает передать самолет радиолокационного обнаружения и управления. Такой большой летающий радар у России такие есть, и один из них был выведен из строя. Но, в общем, кажется, это выглядит как существенное увеличение украинского воздушного боевого флота. Давай уточним. Было сбито два радара А-50У. Можно с большой долей уверенностью говорить, что самолеты будут переданы в ближайшее время. Обучение пилотов ВСУ в том виде, в котором оно задумывалось, скажем так, в целом закончено. Есть определенные разумные сомнения в том, что это обучение было достаточным. Довольно сложная техника, которая требует даже для подготовленных на другие типы самолетов-пилотов, требует многих месяцев переучивания и обучения использования сложных комплексов вооружения, которые на этих самолетах стоят. Но при этом в том виде, как эта программа обучения задумывалась, она в целом завершена. Самолеты тоже, насколько можно судить, подготовлены к передаче. И есть обещание передать их в ближайшие недели или месяцы. По крайней мере, со стороны нескольких стран, в том числе Нидерландов и Дании. Речь идет про десятки самолетов, которые снимаются с вооружения в армии европейских стран и заменяются на более совершенную технику американского же или европейского производства. Это самолеты, которые прошли модернизацию до уровня техники 90-х годов с соответствующими радарами и комплексами вооружений. Если сравнивать их просто по техническим характеристикам, которые официально известны, если прямо сравнивать их в лоб, они обладают худшими характеристиками, чем современные российские самолеты. В частности, если представить, как основной противник это Су-35 последних версий, обладает более совершенным и набойным радаром, российская авиация современная, опять же, может использовать ракеты с большей дальностью, чем может предоставить Запад. Но при этом эти F-16, которые будут переданы, очень сильно опережают те самолеты, которые сейчас есть в распоряжении Украины. Прежде всего, МиГ-29 и Су-27 старых модификаций по всем параметрам, которые только можно себе представить. И если сравнивать по характеристикам и по количеству, Россия по-прежнему будет иметь большое преимущество. Но при этом в таких комплексах вооружения, конечно, важен вопрос организации их использования. В этом смысле те самые летающие радары, которые передают Швеции, они, конечно, могут существенно помочь правильному использованию этих самолетов. Они будут использоваться для раннего обнаружения российских воздушных целей, в том числе российских истребителей, что может существенно улучшить эффективность использования этих самых F-16. При этом, конечно, не стоит забывать, что даже если эти самолеты удастся без потерь доставить, организовать их обслуживание на немногочисленных аэродромов, с которых они способны работать. Да, есть такая проблема у F-16. Его тяжело из-за расположения воздухозаборников двигателей, тяжело использовать каких-то грязных взлетопосадочных полос. И вообще, очевидно, что проблемы с их обслуживанием, даже при том, что украинские военнослужащие, в том числе техники военно-воздушных сил Украины, обучаются обслуживанию этих самолетов параллельно с пилотами, с этим могут возникнуть проблемы. А учитывая, что Россия продолжает наносить ежедневные удары по аэродромам, на которых базируется авиация Украины, могут возникнуть проблемы с использованием, но при этом, если это операция по постановке на вооружение и организации обслуживания этих самолетов, если она пройдет успешно, то это может существенно повлиять на ситуацию на фронте. Но как мы уже с тобой весь этот разговор обсуждаем, вряд ли преимущество в дальнобойных средствах поражения сможет привести к коренному перелому в войне, но изменить баланс безусловно может. Прежде всего, надо разделить это обсуждение на две части. Использовать средства воздух-земля более эффективные, чем сейчас их используют самолеты советского производства, на которых смогли прикрутить те же самые противорадиолокационные ракеты ХАРМ, на бомбардировщики Су-24 смогли прикрутить крылатые ракеты Стормшедоу и Скальп, но это все нештатное использование этих самолетов и этих средств поражения. Естественно, для Ф-16, для которого значительная часть этих средств поражения не разрабатывалась, с них использовать это оружие будет намного проще, в том числе намного проще будет его перепрограммировать уже в полете. Есть возможность передавать целеуказания для самолетов, которые находятся в воздухе в режиме реального времени. Если у российской авиации с этим были проблемы, в частности, по крайней мере, в первые месяцы войны, управление российскими самолетами во время боевых вылетов осуществлялось подкрытые радиосвязи, которые перехватывали не только средства радиотехнической разведки Украины и Запада, но и радиолюбители, то F-16 это работающая система с хорошо отлаженной системой передачи информации. Естественно, несколько десятков самолетов с такими характеристиками значительно улучшат эффективность этих самых ударов, ну, по крайней мере, в непосредственной близости от фронта и в ближнем тылу. Отдельно нужно рассматривать ту самую гипотетическую борьбу с российской авиацией в воздухе. Здесь, конечно, ситуация сложнее, но, опять же, надо понимать, что если украинский МиГ-29 и Су-27 не имеют вообще никаких шансов противостояния с российскими истребителями из-за дальности обнаружения за счет лучших радаров у российских самолетов из-за наличия дальнобойных ракет у российской авиации, то в данном случае с правильно использованием F-16 в составе какого-то комплекса разведки и цели указания это противостояние уже не столь очевидно. Ну и вообще в использовании авиации очень важна организация процесса. Ну, предсказать, как все это будет выглядеть на самом деле довольно тяжело. Просто пилоты из Украины, которые прошли несколько месяцев ускоренных курсов могут быть недостаточно хороши как раз участие в сложных операциях со сложной организацией. Опять же, очень зависит от того, кто будет планировать эти операции и кто их будет обеспечивать с точки зрения разведки. Если в этом будут участвовать офицеры НАТО, возможно, это улучшит соотношение в эффективности самолетов в пользу Украины. То, что мы с тобой обсуждали сейчас, мне кажется, можно на живом примере рассмотреть и использование авиации, и специфику доступа, специфику разрешенного использования западного оружия. Я имею в виду сюжет, который описал издание «Экономист», и заголовок там Залихватский. «В Крыму Украина разобьет Россию, полуостров становится смертельной ловушкой для кремлевских войск». В общем, все и так понятно по вот этому заголовочному комплексу, но на всякий случай перескажу максимально коротко этот материал. Там логика в том, что бить по Крыму можно любым оружием, это международно признанная территория Украины, отрезать полуостров от снабжения реализуемо, в перспективе Украина может там нанести поражение Российской Федерации. Несколько утрирую, но тем не менее, мне показалось, что это важная публикация, очень интересно, что ты по ее поводу думаешь, тем более интересно поговорить об этом из июня 2024 года, когда, как мы в самом начале с тобой обсуждали, как ты рассказывал, любое наступление кончается тем, что наступающая сторона несет большие потери, техника горит, никаких прорывов. Ну да, можно сразу сказать, что заголовок, по крайней мере, является полемическим преувеличением. Ну а теперь, собственно, про частности. С одной стороны, да, можно констатировать, что какие-то представления российской военной мысли о том, как могут выглядеть подобного рода битвы, оно не оправдалось. Были представления о том, что российская армия в состоянии создать некие зоны воспрещения доступа, которые будут абсолютно неуязвимы для почти любого противника, ну, по крайней мере, равного. То есть, может быть, если говорить про армию США, у которой просто всего больше и много чего лучше, она в этом случае не рассматривалась, и для этого было представление, а у нас есть одетное оружие, и если что, мы знаем, чего с ним делать. Вот, в принципе, обе концепции не до конца работают. Концепция воспрещения доступа, очевидно, не работает совсем, и даже при тех довольно скудных средствах, которыми ВСУ обладает, Россия не может воспрепятствовать ударом по военным целям в Крыму. Это касается и Черноморского флота, и прочим активам самого Черноморского флота на земле и других родов войск. Да, Крым является в данном случае моделью того, что могло бы быть, если бы Украина имела возможность, имела разрешение на использование дальнобойных средств против других российских целей. Что мы можем из этой модели почерпнуть? Ну, есть отдельная история с кораблями Черноморского флота, которые страдают от того, что у них нет никакой цели, кроме самообороны себя и совсем немного поставки различных военных припасов на полуостров. Корабли Черноморского флота, не имея никакой цели и не имея никаких активных задач, строго по любой теории использования военно-морских сил заперты в базах и имеют очень большие проблемы с самообороной, это отдельная история и отдельная война, я бы даже сказал, которая никак почти не влияет на то, что происходит на сухопутных театрах, но при этом, очевидно, проиграна Россией и чем дальше, тем больше. Следующая история, что касается непосредственно полуострова и цели, которую Киев ставит с 2022 года, освобождение Крыма, и эта цель по-прежнему поддерживается западной коалицией, хотя во всех обсуждениях, которые ведут западные политологи и военные эксперты по поводу того, как могло бы выглядеть окончание войны или там какой-то мирный договор, переговоры о перемирии и так далее, всегда звучат слова о том, что, возможно, Украина могла бы пожертвовать Крымом, может быть, не полностью, а типа там заморозить ситуацию, и это могло бы стать одной из основ этого самого перемирия или, по крайней мере, приблизило бы переговоры к успеху. Но при этом рассматриваем эту модель, она довольно чистая, то есть нет никаких запретов на использование любого оружия против российских войск в Крыму и российских военных объектов. Мы видим, что Украина имеет еженедельные успехи в этой самой дистанционной войне, были поражены самолеты на аэродромах, большое количество современных комплексов ПВО, в том числе для набойных, различные склады, штабы и так далее. Приблизило ли это Украину к освобождению Крыма? Нет, не приблизило. По-прежнему эта чистая модель нам показывает как раз то, что дистанционная эта война не приближает ни одной из сторон к достижению политических целей войны. Хотя дает какие-то преимущества, то есть успехи в этой войне дают безусловные преимущества. Если говорить про то, что имеет в виду The Economist, там речь идет про организацию воспрещения доступа российских военных материалов и всяких припасов в Крым. То есть речь идет о том, что Крым будет изолирован за счет ударов ракетами, морскими беспилотными катерами и так далее, будет изолирован от остальной территории России. Во-первых, это вызывает сомнения. Да, есть Крымский мост, судьба которого может быть решена в любой момент с помощью какой-то крупной операции с длиннобойными ударами различными. Вызывает сомнения способность российской армии этой операции воспрепятствовать. Уже состоялись удары по паромным переправам в Керчи, которые дублируют функции Крымского моста. Потоплено несколько больших десантных кораблей, которые использовались для перевозки боеприпасов и прочих материалов военного назначения в Крым. Но при этом вызывает сомнения, что при наличии торгового флота в Черноморских портах и на Азовском море Украине удастся полностью изолировать Крым от территории России. Для 2023 года был актуален вопрос о снабжении российских войск в Запорожской и в Херсонской областях через Крым. В этом смысле, конечно, изоляция самого Крыма от территории России была очень важна. Российское командование очень хорошо осознавало все риски, которые в связи с этим складываются. Поэтому озаботилось тем, чтобы российские войска в Запорожской и Херсонской областях от Крыма не зависели. Первой фазой было наступление на Угледар, который находится недалеко от недействующей сейчас железной дороги из Донецка в Бариуполь и дальше в Запорожскую область. Это наступление зимой 2022 года окончилось неудачей. Отодвинуть фронт от этой железной дороги не удалось. В принципе, и сейчас он недостаточно отодвинут для того, чтобы можно было заняться восстановлением этой железной дороги. Поэтому российское командование приняло решение построить новую железную дорогу из Ростовской области в направлении Мариуполя. Железная дорога была построена, насколько можно судить, именно сейчас находится в стадии запуска грузового военного прежде всего движения. Остаются автомобильные дороги. Мало того, есть примеры людей, которые ездили в отпуск в Крым через территорию Украины по этим самым автомобильным дорогам и дальше. Эта дорога реконструирована и функционирует. Ну, конечно, для российской армии для нормального снабжения необходима железная дорога. И вот она создана. Естественно, по ней тоже можно наносить удары, но, как мы с тобой, опять же, выше поговорили, ни Россия, ни Украина не обладают достаточными средствами, чтобы полностью пресечь железнодорожное движение хоть на каком-то участке, даже недалеко от фронта. В данном случае железная дорога проходит в десятках и, может быть, даже в сотне километров от фронта, поэтому вряд ли Украина сможет на какое-то продолжительное время пресечь движение поездов по ней. Теоретически, можно себе представить, что по этой железной дороге Россию сможет снабжать и сам Крым в случае, если Крымский мост и железнодорожный паром будут повреждены или недоступны для использования. Все это важные подробности одной и той же мысли про то, что противники пока на нынешнем уровне своего технологического развития и с теми средствами, которыми они обладают, только за счет дальних ударов эту войну выиграть не могут, даже, в общем, не могут выиграть какую-то крупную операцию. Для того, чтобы воспадить Крым, Украине придется пробиваться через территорию Запорожской области, чего она не смогла сделать в 2023 году, готовить десантные войска и какие-то десантные средства, которыми она сейчас не обладает, для высадки на побережье Крыма. В общем, пока кажется, что это можно обсуждать только теоретически, никаких предпосылок к тому, чтобы такие попытки даже случились в ближайшее время, нет. И последний пункт на сегодня может быть, нужно делать это как отдельный пункт в сводке, когда мы будем в будущем об этом говорить, про мобилизацию и про ее степень, про интенсивность рекрутирования. Очень много эмоций, очень много кадров было в последние дни, эмоциональных, про неподготовленных, которых гонят в атаку, или вот можно сослаться на текст Олеси Кирсименко в «Верстке», про то, как заставляют воевать людей, которые этого совсем не хотят и, собственно, из заголовка все ясно, приведу его, у него же должно быть право не воевать, мобилизованных, которые не хотят воевать, не судят и избивают и силы отправляют на фронт. Ну и из Украины тоже есть сообщения специфические. В общем, как бы ты оценил то, что происходит с мобилизацией, во-первых, в России, во-вторых, уже в Украине, хотя там, кажется, просто меньше перемен в последние дни можно зафиксировать? Я не вижу никаких особых перемен ни с одной из сторон фронта. Мобилизация насильственная остается непопулярной и в Украине, и в России. Насколько можно судить, для большого числа российских граждан, которые по закону подлежат мобилизации, это является важной страшилкой. Есть очевидное стремление к тому, чтобы получить бронь. Это одно из конкурентных преимуществ оборонных предприятий, в частности, то, что они могут привлекать рабочую силу из гражданского сектора не только повышенными зарплатами, но и обещанием обеспечить бронь в случае новой волны мобилизации. При этом можно уже однозначно сказать, что российское руководство за счет больших ресурсов, прежде всего, бюджетных ресурсов, которыми она обладает, справилось с набором, назовем их, добровольцев, контрактников намного лучше, чем Украина. И на продолжительное время набор людей по контракту заменил мобилизацию. Да, есть отдельная история, которая развивается по обе стороны фронта, связанная с тем, что люди, которых мобилизовали, не имеют никакого срока планирования в смысле демобилизации. По умолчанию предполагается, что они будут служить до конца войны. Это вызывает значительное социальное напряжение. Про российскую часть мы знаем, наверное, чуть меньше, поскольку она меньше открыто обсуждается, но мы знаем про недовольство самих мобилизованных и их семей, про то, что они предполагали, что успехи в найме контрактников приведут к тому, что их демобилизуют, а контрактники будут служить вместо них. Но это отдельная история. Если говорить про текущее рекрутирование личного состава, то да, Украина усиливает в том числе карательные меры за попытки мобилизации избежать, тогда как российские власти, воодушевленные предыдущим успехом, пытаются продлить этот успех и сохранить поток желающих за очень большие деньги отправиться на войну. Но если говорить про какие-то изменения, которые мы видим, мы видим, что российским властям становится все сложнее этот поток поддерживать. Поток организован вполне в духе вертикали власти, то есть Центр спускает в регионы планы по количеству рекрутированных и по срокам те, соответственно, спускают эти планы муниципальным образованием, властям городов. И региональные власти вместе с муниципальными властями пытаются привлечь местный бизнес к софинансированию этих самых мероприятий. Во многих регионах есть очевидные проблемы с выполнением этого самого плана. Многим регионам приходится серьезно повышать региональные выплаты, то есть существуют федеральные, а есть еще региональные выплаты, в том числе всякие подъемные, подписные бонусы и так далее этим самым новым контрактникам. Есть сведения из некоторых регионов, допустим, из Хабаровского края, который не выполняет план по рекрутированию. Вот там сменился губернатор, новый губернатор требует от муниципальных властей и от прочих чиновников этот план выполнять. В частности, для выполнения плана было принято решение набирать контрактников в соседних регионах. Для этого были повышены региональные выплаты в Хабаровском крае, которые должны сделать рекрутирование в Хабаровском крае более выгодным, чем рекрутирование на Камчатке. Да, есть соревнования региональных властей с соседями за выполнение плана. Понятно, что в таких условиях общее количество рекрутированных не повышается, зато становится дороже. И мы видим, что с каждым месяцем средства, которые необходимо потратить на новых рекрутов, они увеличиваются. в этом смысле повышение налогов, средства от которых можно потратить не только на производство новых вооружений, но и на имжевые силы, она вполне логична. И мы видим отрывочные какие-то сведения о том, что бизнес пытаются приспособить к этому самому рекрутированию, при том, что бизнесы, по крайней мере, связанного с государством и с оборонным заказом, есть право раздавать своим сотрудникам бронь, но при этом бизнесменов пытаются приспособить к тому, чтобы они помогали рекрутировать тех, у кого такой брони нет. Сколько такое может продолжаться и насколько можно для поддержания этого потока рекрутов сказать сложно, но при этом у российского руководства остается возможность поступиться принципами и пойти на большие риски, как очевидно российское руководство представляет новую волну мобилизации и все-таки к этой волне прибегнуть. При этом такое решение все равно потребует больших ресурсов, потому что мобилизованным, по крайней мере, на федеральном уровне, даже на региональных тоже выплачиваются сопоставимые суммы с контрактниками, но, по крайней мере, такое решение позволило бы избежать вот этой инфляции ресурсов, которые требуются для поддержания потока рекрутов. В этом смысле это тоже часть военной на истощение. Пока Россия на этом направлении очевидно выигрывает, просто потому, что требуется меньше насилия для того, чтобы поддержать численность войск и даже эту численность увеличить. Но нельзя сказать, что такое преимущество российских властей в данном случае предопределено в будущем, имеется в виду. Спасибо тебе большое. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Теперь еженедельно он в «Что случилось». Это была вторая из регулярных встреч. По нашему плану следующая должна состояться в будущий четверг. Еще раз спасибо, Митя. До скорого. Спасибо. Пока. На прощание еще раз хочу напомнить, что ваши лайки и комментарии это форма поддержки. Кроме того, мы хотим, чтобы вы поучаствовали в этих еженедельных встречах с Дмитрием Кузнецом и присылали свои вопросы. Оставляйте их под специально закрепленным комментариям в Ютьюбе под этим выпуском. Если вы слушаете не на Ютьюбе, ну что ж, попрошу вас зайти на эту платформу подкасты «Медузы», так называется канал, вы легко найдете этот четверговый ролик. Ну и третий пункт, да, говорю каждый раз, но грех не воспользоваться тем, что у этого эпизода, как у всех эпизодов с Дмитрием Кузнецом, будет повышенное количество прослушиваний. «Медуза» функционирует за счет ваших пожертвований. Люди, которые дают нам деньги, обеспечивают работу редакции, так что если у вас есть такая возможность, если это для вас безопасно, пожалуйста, сделайте это. Все подробности по ссылке в описании и три раза подчеркну, соблюдайте, пожалуйста, правила безопасности. Для вас это должно быть безопасно. Всем, кто уже помогает нам, огромное спасибо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. До скорых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова